Золотые парашюты в эпоху эпидемии бессовестности Золотые парашюты в эпоху эпидемии бессовестности Под таким названием появилась статья на странице Николая Платошкина. Вот что он пишет. Средняя пенсия в России на 1 июля 2020 года составила 16 тысяч рублей в месяц. Это средняя. В Хабаровском крае при так называемом народном фургале люди получали и 10 и 8 тысяч, как и в других регионах и сейчас получают. Но не все так мрачно. Не все. Ловите луч света в темном царстве. 23 октября уходит в отставку председатель Мосгорсуда Егорова, которая трудилась на этом посту с 2000 года. И как трудилась? По-стахановски. Как Паша Ангелина на тракторе. При ней в народе Мосгорсуд получил почетное прозвище Мосгорштамп, потому что практически автоматом утверждал любые обвинительные приговоры районных судов. В Липовом, сфабрикованном деле Платошкина мы это видим воочию. Судья Мосгорсуда Борисова удалилась на совещание на 5 минут и вышла с решением на нескольких страницах, которое уже даже было вшито в дело. Такие вот чудеса Егоровского Мосгорсуда. И таких примеров судебного иллюзионизма при Егоровой можно, наверное, привести тысячи. Вспомнить массу незаконных решений, изломанных человеческих судеб. Но вы спросите, а при чем тут пенсии в России? Спросите? Ну и правильно делаете. Егоровой будет назначена пенсия в 300 тысяч рублей. Плюс единовременная выплата. Золотой парашют. Внимание. В 14 миллионов. К тому же гражданка Егорова, к сожалению, не собирается сидеть без дела. Вроде как будет советницей Собянина. Ну, что логично. Рыбак рыбака видит издалека. Будет, видимо, оказывать гастарбайтерам юридическую помощь по дистанционной укладке бордюров. Социалистическая Россия в услугах всех этих Егоровых нуждаться не будет. И пенсию Егорова будет получать среднюю, что и так будет по отношению к ней проявлением большого гуманизма. Конец цитаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА